Продолжаем сегодня книги «Слова подвижнические» преподобного Исаака Сирина из Духовной Сокровищницы. Мы с вами читаем слова 58-е. Пока человек служит Господу чем-либо чувственным, да то ли образы сего чувственного отпечатлеваются в помышлениях его, и Божественное представляет он в образах телесных. Когда же получит он ощущение внутреннего, тогда по мере ощущений его и ума от времени до времени будет возвышаться над образами вещей. «Отче Господний на смиренных сердцем и уши его молитву их» Псалом 33, 16 стих. «Молитва смиренно-мудрого как бы прямо из уст в уши, во время безмолвия твоего благими делами смирения взывай, Господи Божий мой, ты просветишь тьму мою» Псалом. 17, 29 стих. «Когда душа твоя приблизится к тому, чтобы выйти из тьмы, тогда вот что пусть будет для тебя признаком. Сердце у тебя горит, и как огонь распаляется день и ночь. А потому целый мир вменяешь ты в уме ты, считаешь засор и пепел. Не желаешь даже пищи от сладости новых, пламенеющих помыслов, непрестанно возбуждающихся в душе твоей. Внезапно дается тебе источник слез, как поток, текущий без принуждения и примешивающийся ко всякому делу твоему, то есть и во время чтения твоего, и молитвы твоей, и размышления твоего. И когда принимаешь пищу и питье, и во всяком деле твоем оказывается, что у тебя срастворены с ним слезы. И когда увидишь это в душе своей, будь благонадежен, потому что переблыл ты море. И будь столь прилежен к делам своим, как тщательно, охраняя себя, чтобы благодать умножилась тебе со дня на день. А пока не достигнешь в себе этого, ты не совершил еще пути своего и не вступил на гору Божию. Если же и после того, как обрел и приял ты благодать слез, они прекратятся, и горячность твоя охладеет без изменения в чем-либо другом, то есть без телесной немощи, то горе тебе. Ты погубил нечто, впав или в самомнение, или в нерадение, или в расслабление, но что последует за слезами, по приятии оных, и что бывает с человеком после сего, об этом напишем впоследствии в другом месте, в голове о промысле, как просвещены мы всем от отцов, которым верены были таковые тайны из Писаний. Если не имеешь дел, не говори о добродетелях, паче всякой молитвы и жертвы драгоценно, перед Господом скорби за него и ради него, и паче всех благоуханий запах пота их. Всякий добродетель, совершаемый без телесного труда, почитай бездушным выкидышем приношение праведных слез за очей их и приятный Богу жертва в издыхании их во время бдений. Возовут, как Господу, праведные, угнетаемые тяжестью тела и с болезнованием, будут высылать моления к Богу, и на вопль голоса их придут на помощь к ним святые чины, ободрить, утешить их надеждою, потому что святые ангелы, приближаясь к святым мужам, являются соучастниками их страданий и скорбей. Ох, дорогие друзья, какие великолепнейшие слова! Что может быть слаще и дороже? Но наши страсти, они отвлекают от скушения этих драгоценнейших слов. Нас каждого тянет. Кого к чему? Кого к спорту? Кого к музыке? Кого к стихам? Кого к огороду? Кого к внукам? Как будто мы считаем, что мы их воспитываем. Отдавай в балет или на ролике кататься, или музыке учиться. Попробуй скажи тому такие слова. Смешаю тебя вместе с одним веществом неприятным. Да, к сожалению, вот так мы и все живем. И бесы нас держат в своих узах. К сожалению. Мир во зле лежит. Исаак Сирин говорил, что мир есть листец и обманщик. Если Бог даст, завтра будем продолжать. Я смотрю, никому не интересно. Вот что удивительно. Великолепшие же слова. И канал у меня. Смысл жизни? Нет. Больше всех интересует смысл жизни. Вот здесь, в утешениях, в развлечениях, в карьере, в карьерном росте, в песнях, в создании фильмов, в получении льгот, в получении похвал, в достижении рейтингов и всего прочего. К сожалению, так бесы нас держат в своей власти. Но, кому дано от Бога такое пробуждение, тот счастливый человек.